Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Алина, Алина, будь, пожалуйста, осторожна Ты еще не так уверенно водишь Алина! 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 Не дадим распотрошить наших детей! 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 Моей дочке всего девятнадцать, и она умирает на все воля Божья. Но я не позволю распотрошить мою девочку, как свинью. Я хочу похоронить ее в том виде, в каком она родилась, от макушки до пяток. А как же мой сын? Он умрет без пересадки, как и десятки людей. Мы все в этой очереди. Ваша дочь могла бы спасти кому-то жизнь, моему сыну, ее мужу, ее сестре. Вашему сыну отбили печень из-за ваших грязных дел. Это вы виноваты в том, что с ним случилось, а не мы. Извините, я хотел бы открыть кровь. На пять минут прощаться с дочкой. Хорошо, что же она одумалась и согласилась на трансплантацию. Стольким людям помогли. А Катюха где? Она в последние дни совсем не появлялась. Настрадает сильно. Они же близняшки. Не прийти на прощание. Катя. Катя уже едет. Вот-вот будет. Извините, но груб пора уже опускаться. Уже двадцать минут, как идет следующая процессия. Пускай. Алло. Фесс? У меня дочь пропала. Найдите ее. Господи. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 11 дней назад моя невеста Алина попала в аварию. Катя страшно переживала, все-таки они сестры-близнецы, ближе у нее никого не было. Вы Екатерину Сударикову когда в последний раз видели? В последний раз, когда они с матерью вышли к журналистам с требованием запретить трансплантацию. Ну, я так понимаю, у вас с Катериной были такие тесные отношения, да? Сначала, да. Они с Алиной жили вместе, а я к ним, у них часто оставался. Ну, а после аварии я же все-таки хирург и все время проводил в больнице. Либо на дежурстве, либо в палате у Алины. То есть то, что Катя пропала, вы не знали? Моя невеста умирала. Я тогда вообще ничего не знал, да? Все это выяснилось только на кладбище. Варвара Леонидовна никому ничего не говорила. Телефон Екатерины Судариковой отключился 21 августа. Через два дня после митинга против трансплантации. Значит, можно это считать, дата исчезновения. Или похищения. После этого телефон включался еще однажды, на полминуты, чтобы отправить сообщение ее матери, Варвары Судариковой. А где в это время находился телефон? В Добинском парке культуры отдыха. Только там нет камер. Мы не узнаем, кто пользовался этим телефоном. Варвара Сударикова в больнице с гипертоническим кризом. Надеюсь, завтра сможем ее допросить. У Алины Судариковой было больное сердце. Недавно она обращалась к врачу с жалобами. Нас писали все на сессию и подготовку к предстоящей свадьбе. Авария была спровоцирована сердечным приступом? Не так давно жених подарил ей автомобиль. И девушка только училась водить. У нее случился короткий приступ. Она дернула роль, а скорость была 80. Еще несколько машин собрала. Да, хорошо. Хоть больше никто не пострадал. Максимушка, ну ты же доктор. Ну скажи, что она поправится. Я не смогу без нее. Ну скажи. Нет, Варвара Ленидовна. Здесь уже ничего не сделать. Она же жива. У Алиши неоперабельный перелом позвоночника. Ее мозг постепенно отказывает ей. Осталось дней пять. Максимум неделю. Нет. Есть еще кое-что. У Алины кроме больного сердца все остальные органы здоровы. И трансплантологи намерены их изъять для пересадки другим людям. То есть, она спасет кому-то жизнь. Это же прекрасно. Это же здорово. Ты знаешь, я хочу увидеть этих людей. Я хочу узнать, в ком продолжится моя девочка. Но потом она почему-то резко поменяла свою точку зрения. Помогите. Помогите отстоять право матери. Закон против нас. Закон позволяет выпотрошить мою несчастную дочь. Мало ли. Мало ли мы страдали. Зачем вообще это представление? Ну, разве нельзя просто запретить трансплантацию? Это могла сделать только сама Алина. Заранее написав запрет. Иначе действует презумпция согласия. То есть, врачи на свое усмотрение могут забрать органы для пересадки? Конечно, могут. Согласие матери не требовалось. Но она могла помешать операции. Сударикова собиралась подать на больницу в суд. Дело она, скорее всего, проиграла бы. Но Алина уже к этому времени умерла бы. Погодите, но органы Алины пересадили пятерым рецепентом? Да. Спустя три дня после митинга Сударикова снова изменила свое мнение и отозвала иск. Скорее всего, Катю Сударикова похитили, чтобы надавить на ее мать и дать возможность пересадить органы Алины. Андрей, Сударикова пока разговаривать не может. Я тебе сейчас перекидываю данные с ее мобильным телефоном. О, Катька, наконец-то. Так, твоя дочь у нас. Это я согласен на пересадку органов и она вернется на похоронах Алины. А вы мне это не пришьете. Я Катьку и пальцем не трогал. Какое еще похищение? Ради операции вашему сыну он получил шанс на жизнь только благодаря пересадке печени. Печени Алины Судариковой. Вот. Кирилл Вражский, 49 лет, бизнесмен. Владелец сети спортивных тотализаторов. Специфический бизнес. На грани с криминалом. Я бы даже сказала, за гранью. В том-то и дело. Недавно Вражский залез на территорию конкурентов и они в отместку за это избили его сына. Так вот для чего ему нужна трансплантация. Вот он, Василий Вражский. Студент университета. Приехал к родителям на каникулы отдохнуть. Попал в замес отца. В общем, ему печень отбили и селезенку. В аварии разбивается беременная Алина Сударикова. Девушка в коме. Ей остается жить всего несколько дней. Трансплантологи намерены пересадить ее органы, но мать Варвара Сударикова категорически против. За операцию выступает Кирилл Вражский, отец одного из рецепиентов. Если пересадки не будет, его сын умрет. Похищают сестру-близняшку Алины Катю. Мать шантажирует. Чтобы спасти Катю, Варвара дает согласие на пересадку. Но Катю не возвращают. Значит, будем его отпускать и ставить наружное наблюдение. Это вы про Вражского? Может быть, я помогу? За два дня между митингом и исчезновением Вражский звонил ей пять раз. А почему мы узнаем об этом только сейчас? Потому что он звонил с номера своего водителя. Мы не сразу обнаружили эту связь. Мало того, с карточки этого водителя Кате было переведено 500 тысяч рублей. Это многое меняет. И еще. На имя Екатерины Судариковой была куплена туристическая путевка в Грецию. Завтра вылет. Так что... Такое впечатление, что... Я заплатил Кате деньги для того, чтобы она сказала матери не бузить и не мешать пересадке. Но дал ей поллямая путевку. Да я бы ей больше отдал за жизнь сына, но она не просила. Хотите сказать, что сестра вам помогала тайком? А что вы удивляетесь? Город у нас маленький, мы все живем в одном районе. Да Катька Алину все время ненавидела и сразу согласилась взять бабки. То есть вы считаете, что Катя просто уговорила мать дать согласие на пересадку? Откуда я знаю, что она сделала? Главное, она это сделала. И где она сейчас? Где сейчас, где прячется, где отсиживается, кто ее знает? Она вечно себе на уме была. Она сначала с Алинкой квартиру делила, потом мужика. Слушай, капитан, мне к сыну в больницу надо. У меня есть еще ко мне вопросы? Да, конечно. Только на связи оставайтесь. Она вечно себе на уме была. Она сначала с Алинкой квартиру делила, потом мужика. Ну да. Алина с Катей не очень выделили. Вы об этом почему сразу не сказали? Да я что-то не думал, что это так важно. Принято считать, что сестры-близняшки, но это как одно целое. А у них все наоборот пошло. То есть они и вас тоже поделить не могли? Да нет, я бы так не сказал. Я вначале с Катей познакомился, она в меде учится, а я преподавал там. Ну, возникла, конечно, симпатия, но ничего серьезного. А потом она вас с сестрой познакомила. Это классика жанра. Ну да, да. И в Алину я влюбился сразу. Как никогда в жизни. Ну, я так понимаю, что отношения с сестер это не улучшило. Да нет, вы знаете, Катя, конечно, беда не показывала. Она говорила, что все окей. Ну, тут вот еще что. Предполагалось, что когда мы с Алиной поженимся, то жить будем в их однушке. С двумя сестрами? Да нет, ну, Кате, конечно, пришлось бы съехать. Ну, родители обещали снять ей квартиру или комнату. Ну, на что денег хватит? Однушка кому принадлежит? Родители взяли эту однушку в ипотеку специально для девочек, чтобы они пожили отдельно, сблизились. Ну, знаете, такой педагогический прием. Съесть пуд с Олей вместе. Не сработал прием педагогический. Итак, Катя Сударикова взяла деньги у вражеского. И когда не смогла уговорить мать согласиться на трансплантацию, инсценировала свое похищение. Ну, значит, завтра снимем ее с рейсом в Грецию, и дело можно закрывать. Вы не понимаете, о чем говорите. Катя никогда бы не согласилась на трансплантацию. Никогда. просто поверьте. То есть, если я правильно понял, она вас не уговаривала этого делать? Нет. Я не допустила этой операции. Я затаскаю их по судам. Я прыгаю всеми цепями. Койка Алины. Ну, не будет этой пересадки. Слышишь? Не будет. Ты самая лучшая мама на свете. Жалко, что я раньше этого не понимала. А как так получается, что вы сначала согласились на трансплантацию, а потом отказались? Это все Максим. Он подловил меня, когда я была в шоковом состоянии, и я согласилась. Ну, просто улучил удобный момент. Зачем жениху Алины это нужно? Зачем? Максим не только жених Алины, он еще и старый друг вражеского. Старается для местного бунтюка. Даже беременную невесту не пожалел. Вот так. Холодов, опаздываешь? Доброе утро, Галина Николаевна. Так я вчера до трех просидел, да и мне казалось, дело закрыто, а Катю, сударику-то нашли? Нет, она не явилась в аэропорт. Доброе утро. И не сняла ни копейки из пятисот тысяч, перечисленных ей вражеским. Что-то здесь не так. Слушайте, а может кто-то узнал, что дело с подковой не сработало, и действительно похитили Катю, чтобы на мать надавить? Если это был невражеский, то может быть Максим Толоконников? Он был рядом с Удариковым и знал, что мать не соглашается на пересадку. Да, и кстати, я выяснила, что родители Толоконникова дружат с Рашеским, они соседи по даче. А что ты там ищешь? Соотношу локализацию звонков Толоконникова и время, когда с телефона Кате отсылали сообщение ее матери. В то время он не был на работе, а его мобильный был отключен. А как насчет времени похищения? Ну, с этим сложнее. Мы не знаем точно времени, только знаем, когда отключился телефон Кати. Она перед этим была в больнице, а вот телефон Толоконникова локализовывался у нее дома. Ну, просто оставить его там. А в больницу прийти через черный ход. Там нет камер. Но проблема в том, что Катя сама часто входила через черный ход, как сказала ее мать. Охрана их вечером не пускала в больницу, и семья пользовалась обходными путями. Так было и в тот раз. Камеры не фиксировали приход Кати, но ее телефон локализовывался в больнице. Да, слушаю. Калина Николаевна, Толоконников сегодня на работу не вышел, но я выяснил, что печень, оказывается, изначально предозначалась другому человеку. Однако Толоконников настоял на проведении повторных анализов, и вот тут выяснилось, что печень не совсем подходит выбранному рецидиенту, а гораздо больше подходят сыну вражеского. Налицо сговор. И это очень плохо для Кати Судариковой. Скорее всего, она уже мертва. Толоконникова объявляем в розыск. Так, сядьте. Да какого черта? Я должен быть в больнице своим сыном, он еще в реанимации. А вы ведь очень сильно любите его, да? И на все бы пошли ради этой операции. Например, заплатили бы не только Кате Судариковой, но и вашему другу Максиму Толоконникову, чтобы он подделал результаты анализа. Другу? Да, у нас маленький город, но не все дружат. Так сядьте. Мы с отцом Максимовым уже два года не разговариваем. Разругались на политической почве по поводу одного курорта. Но ваш сын неожиданно стал на место другого рецидиента. Как вы это объясните? А это пусть вам больница объясняет. И не надо думать, что я здесь такой крутой и всех нагнул. Вы знаете, кто был первый в очереди на эту операцию? Кто? Жена начальника местного ГИБДД Боброва. То есть вы хотите сказать, что у начальника ГИБДД больше связи, чем у вас? Поверьте, у него всего больше. И вы думаете, обычный хирург пошел бы против такого человека? Да он бы его с потрохами бы съел, если бы что там было у него не так. Так, ну что ж, розы с Максимом Толоконниковым можно считать законченным. А вот эта дочь похожа на кровь, а палка похожа на орудие убийства. Пакуй. Отпечаток фрагмента подошвы, который может быть очень похож на след преступника. ФЭС расследует похищение Кати Судариковой. Недавно ее сестра-близнец Алина разбилась в автокатастрофе. Органы девушки собирались изъять для пересадки, но ее мать выступила против этого. Тогда Катю похитили, а от матери потребовали согласия на трансплантацию. Однако Катю так и не вернули. Под подозрением жених Алины Максим Толоконников. Его находят убитым. Что скажешь? Ну, первые и вторые анализы Алины Судариковой несущественны, но отличаются. Ну, действительно, вторые анализы больше подходят вражскому, чем жених начальника ГИБДД. Ну, как объяснить эту разницу? Котов, собака, работу принес. Это компьютер из лаборатории больницы, где лежала Алина Сударикова. И он нам поможет? Ну, вообще-то уже помог. У него входили с компьютера Максима Толоконникова. Безутешный жених редактировал файл с повторными анализами своей невесты. А можешь восстановить, что именно он там правил? Ну, я пробую, стараюсь. Ну, кажется, тут облом. Вот плюс я вижу, что был удален файл с расширенным анализом крови. Тоже, кстати, безвозвратный. Вместо него только повторный анализ. Может, это и есть причина убийства Толоконникова? Или вражеский его подкупил, а теперь заметают следы. Или начальник ГИБДД отомстил за упущенный шанс для его жены. Смерть Максима Толоконникова наступила мгновенно в результате черепно-мозговой травмы. Вчера около 23 часов. Проломлена затылочная кость. Удар был один тяжелым тупым предметом. Предположительно, это была деревянная палка. Отпечатков пальцев и потожировых следов на предполагаемом орудии убийства не обнаружено. Возможно, убийца был в перчатках. Максим Толоконников обращался в независимую лабораторию. Мы уже изъяли образцы, которые он туда отправлял. Очень большой набор. Максим Толоконников сдал на независимую экспертизу частицы ногтей, волос целых десять пробирок. Крови это все, что удалось добыть в лабораторию. Галина Николаевна, гаишника Боброва можно вычеркивать из подозреваемых. Ты говорил с ним? Да, и он не сильно увлечен идеей лечения жены. Они давно живут раздельно, детей у них нет. Но у Боброва молодая сожительница и двойня от нее. Ну, это еще не показатель. Кстати, у официальной супруги ситуация не патовая. Она вполне может пару лет подождать донорскую печень. Например, сейчас она отдыхает в Турции. А вот это показатель. В отличие от Боброва, Василий Вражский ждать не мог. Так, образец крови, который вы привезли из независимой лаборатории, принадлежит Алине Судариковой. И он соответствует первому анализу. То есть, получается, второй Полоконников действительно подделал. Но главное, он просил в исследовании сделать упор на содержание препарата, троксизила. Проксизила? А что это? Троксизил. Применяется в том числе при пониженном давлении. А в крови Алины были остаточные следы этого троксизила. Так, в волосах, ногтях накопление троксизила. То есть, девушка получала его как минимум пару месяцев. Ну, а проблема-то в чем? О том, что у Алины Судариковой не было пониженного давления. Скорее, наоборот, плюс аритмия. А при аритмии троксизил, он вообще противопоказан. Ну, и отравил-то ее кто? Тот, кто был очень-очень близко к своей жертве. А, ну, это кто? Жених и сестра? Судя по тому, что Максим Толоконников пытался раскопать, что за препараты содержались в крови невесты, это не он ее травил. Отец близняшек, Павел Судариков, тоже страдает болезнями сердца. И вся семья знает, какие препараты можно давать при аритмии, а какие нет. К тому же, Екатерина Сударикова учится в медиа и вполне могла отравить сестру из зависти, из ревности. А значит, авария не была случайностью. Фактически, Катя Сударикова убила Алину, спровоцировав сердечный приступ за ревом. И мать об этом узнала, и именно поэтому она запретила трансплантацию, потому что она боялась, что углубленные анализы перед трансплантацией позволят показать посторонний препарат. Убили ее дочь, а она защищает убийцу. Ну, знаешь, убийца тоже ее дочь. Теперь уже единственная дочь. Это наше с отцом вина. Мы всегда больше любили Алину. А Катя, она, она очень ревновала. Но это был несчастный случай. Мам, ты уже тут? Мам, ты чего молчишь? Это ты? Как ты могла? Как? Она же твоя сестра. Твоя копия. Нет, нет, это я была ее копией. Я всегда была второй. Всегда хуже, всегда глупее, не такая красивая, не такая веселая, не такая любимая. А что ты говоришь? Мы любили вас одинаково. Вы обе наши девочки. От макушки до пяток. Любимые! Ты сама знаешь, что все это ложь. Вы называли ее своей гордостью, своей надеждой. даже Максим. И тот выбрал ее, а не меня. И за это ты хотела ее убить? Нет, ведь. Нет, конечно, я... Я хотела сделать ей плохо. Не до свадьбы, не до Максима. А потом, когда я узнала, что она беременна, я вообще хотела все прекратить. Но я просто... я просто не успела. Боже мой. А если будет пересадка, все выяснится. Мам, меня посадят? Нет. Нет. Я не допустила этой операции. Я затаскаю их по судам. Я прыгаю себе цепями к койке Алины. не будет этой пересадки. Слышишь? Не будет. Ты самая лучшая мама на свете. Жалко, что я раньше этого не понимала. Но Максим Толоконников увидел анализ крови. Я бы о всем догадался. Максим любил только Алину. Но я-то любила их обеих. И вы сказали Кате, что Толоконников в курсе ее преступления? Да, сказала. А что? А то, что твоя дочь, похоже, убила не только сестру, но еще и ее жениха. Вот вы где. Я поговорила с одним знакомым трансплантологом. Так вот, он сказал, что проксизил может вызвать отторжение донорского органа. В этот баллон заходим. А все-таки заносим. Если вы меня пришли арестовывать, то только не тут. Давайте выйдем отсюда. И сын ваш нужен. Я не дам своего сына. Иди сюда, поговорим. Значит так, сыну твоему нужна биопсия печени. Возможно, отторжение, это понятно. Вы лжете. Это вам нужно для расследования. Я вам не верю. Вася здесь ни при чем. Я не вижу тут логики. Судя по тому, что мы узнали про Толоконникова, он хладнокровный и разумный человек. Циничный, как все врачи, но четко нацеленный на созидание. Коллеги о нем хорошо отзываются. Он был одержим идеей победить смерть. Зачем же он тогда подделал анализы? Согласен. Это же вредительство. Василий Вражский может погибнуть. Да, Андрей. Калина Николаевна, я нашел Екатерину Сударикову. Где она? Где Екатерина Сударикова? Здесь роговица у Михаила Сверидова, почки у Натальи Меликян и Олега Кривогорова, печень у Василия Вражского, а поджелудочная железа у Анастасии Черных. Что ты говоришь? Рецепенты пересадили органы Катя, а не Алина Судариковой. Это показала биопсия печени Василия Вражского? Да. Обнаружилось полное совпадение со вторыми анализами и некоторое несовпадение с первыми, потому что первые принадлежали Алине, а вторые Кате. Вот оно что, вторые не были подделаны, они просто принадлежали другой сестре. У однояйцевых ближнецов идентичны Дынька. Но есть незначительные различия по другим параметрам. Вот их мы и приняли за подделку. Но ты же говорил, что Толоконников редактировал анализы. Тогда что же он подделал? Уровень ХГЧа. Чтобы анализы Кати с удариковой были похожи на анализы беременной женщины. Ну, чтобы стало возможно подменить одну сестру на другую. Ты меня напугал. Ну, и зачем ты попросил приехать так поздно? Долго ты ее травила? Месяц? Два. С того момента, как я ей предложение сделал, да? Я ее не травила. Ты ничего не докажешь. Да я ей не собираюсь ничего никому доказывать. Достаточно того, что мы оба знаем правду. Это ты ее убил. Убил, когда бросил меня. Я тебя полюбила и думала, что хоть раз в жизни мне повезло. А все опять ей, все ей. Всегда все ей. Тихо, тихо, тихо. Все кончено. Все кончено. Теперь все кончено. КОНЕЦ Видимо, Толоконников вывез тело своей невесты и сжег. Или закопал где-то. Да, вечно ты жизнь не обманул. Варвару Сударикову. Твоя дочь у нас. Дай согласие на пересадку органов, и она вернется на похоронах Алины. Катя действительно вернулась на похоронах сестры, но она была в гробу. Зачем такие сложности? Почему-то Толоконников просто не сдал Катю Сударикову. Ее преступление было сложно доказать. Да это и не было преднамеренным убийством. Много бы ей не дали. Тогда почему он просто не убил ее? Ой, не могу. У меня от этой истории прям мурашки по всей спине. Но если бы он промолчал, органы Алины могли трансплантировать. Жених знал анализы своей невесты, они планировали ребенка, готовились. Поэтому сразу заметил отклонение. Трансплантолог мог этого не увидеть. Формальный проксизил никак не отражается на анализах. Он влияет только на второстепенные процессы. Их могли просто пропустить. Да, если бы органы Алины пересадили другим людям, могло произойти отторжение летальное. Толоконников хотел спасти пациентов. Он в этом видел справедливость. И благодаря этому пять человек получили шанс на новую здоровую жизнь. За счет жизни отпятой дряни, которая из зависти погубила свою беременную сестру. Ну ладно, согласен. Логика есть. Преступная, циничная, но понятная, кто убил самого Максима Толоконникова. Кровь. Варя, что ты наделала? Паша, пожалуйста, не надо. Я извиняюсь, а ваша жена, она же не стояла возле гроба Алины? Нет. Она потеряла сознание сразу, когда узнала, что Катя не пришла. Я ей фотографии потом покажу. Покажи мне снимки. Я хочу видеть, как ее хоронили. Варенька, ну зачем? Зачем себя так истязать? Паша, покажи. Я хочу на Алишу в последний раз посмотреть. Господи, Варенька, я уже говорил, не нужно тебе это видеть. Ты ничего не заметил. А я ее сразу узнала. Это для других они близняшки, одинаковые. А я их и закрытыми глазами отличила бы. Так. Граждане понятые. Мною обнаружены шерстяные перчатки с частицами древесины. Я не понимаю, о чем вы? Какие частицы? Занозы. Вы вызвали Толоконникова. С левого телефон свой оставили дома. Несколько звонков пропустили, очевидно, что вас рядом не было. Да хватит! Хватит! Уже ваш хулик-экспертиз, хватит! Я ни о чем не жалею. Я должна была. Я так ждала Катю. Ты же обещал, что она вернется на похоронах. Я все оглядывала, сыскала. А она вот была здесь, рядом! Да не о чем нам с вами говорить. Мы оба знаем, что Катя убила Алину. Вашу дочь и вашего нерожденного внука. Как вы могли ее покрывать? Катя тоже моя дочь. Просто я хотела сохранить свою семью. То, что от нее осталось. Катя убила Алину. Максим убил Катю. Ты убила Максима. Это какой-то дурдом. Как ты можешь с этим жить? Паша! 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 Пашенька, Паша! Кричи! Тихо! Паша! 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 Скорая? Звездная пятнадцать мужчина. Около пятидесяти лет. Подозрительный сердечный приступ. Он мертв. Мой муж мертв. Мои дочери мертвы. Я... Я... Всех убила. Убила. Чего? Здравствуйте, наши дорогие телезрители. Подписывайтесь на наш канал Телероман. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И не забудьте нажать колокольчик. 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 Красавица с чудовищем. Ты для меня прекрасный принц и точка. А вот и корона. Лучше бы я был последним пастухом в королевстве, но с живыми ногами. Ты обязательно выздоровеешь. И не забудьте нажать. Спасибо. 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 Лёва, я дома. Лёв, ты ужинный будешь? Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, похоже на гипоксию. Губь синяя, ногти синие. Санитар, тело уносите! Галина Николаевна, прибором я займусь, как только его доставят в место происшествия. Я, честно говоря, сомневаюсь, что причина смерти в нем. Лазерная очистка крови сейчас широко используется. Любой медицинский прибор может быть опасен при неправильном использовании. Даже градусник, а тут лазер. Когда я пришла, он уже лежал, и прибор был включен. И я... Извините, а вы, собственно, кто? Это Алена, она девушка Левы. Это я ей сообщила. Неужели это правда? Смерть действительно ступила от гипоксии, вызванной сильно передозированным воздействием лазера на кровь. Похоже, он пролежал с лазерными иглами в венах более двух часов. Как это? В любом подобном приборе есть таймер. Сеанс обычно длится 20-30 минут. Этого вполне достаточно для очищения от отслуживших своего эритроцитов. Но недостаточно для образования критического количества оксигемоглобина. Откуда у него вообще этот прибор? Знаете, я понятия не имею, откуда он взял этот прибор. Я всегда была против самолечения. Все процедуры всегда проходили в клинике. Лева как-то упоминал при мне о волшебном приборе. Он мечтал об излечении ног и всегда верил в это. А ты хотела бы танцевать? Да я и без этого могу прекрасно обойтись. Знаешь, я слышал, есть один прибор. Говорят, чудеса творит. Гарантирует стимуляцию конечностей. Я хотел бы попробовать. Это хорошая идея. Ну здорово. Ты главное не переживай, потому что все будет хорошо. И погода такая хорошая. И все у нас с тобой будет хорошо. В электронной почте Батишева рекламное письмо. Ссылка на сайт фирмы Зоны Дурх Вокен. Тут же ответ подтверждение заказа. За номером 3504. Он сам заказал этот прибор? Да, с доставкой на дом. Точно. И оплата прошла с его банковской карты. У Лёва была пластиковая карта, куда зачислялась пенсия по инвалидности и ЕДВ. ЕДВ? Единовременные социальные выплаты. Я и сама туда денег докладывала. А он интернет-магазинами пользовался? Да, постоянно он заказывал лекарства, продукты, товары для дома. У него, как у инвалида, льготы и скидки на доставку. Извини, я могу забрать эту фотографию себе? Да, конечно. Ну что же, картина ясна. Парень инвалид, повелся на недобросовестную рекламу. Зная, что сестра не одобрит самолечение, ничего ей не сказал. И самостоятельно заказал по интернету прибор для лазерной очистки крови. Ну, насчет обещанного полного излечения процедуры в лог. Это, конечно, сказки, но... Но как могло так получиться, что парень умер от этих процедур? Так, может, там заводской брак в этом приборе? В таком случае, фирма-производителя надо привлечь к ответственности. А что за фирма, выяснили? Сайт добротный, якобы немецкая фирма. Телефонные ссылки указаны на сайте, не рабочие. Как так? Фирма липовая? Надо хотя бы пока предупредить остальных клиентов о возможном браке продукции. А то сколько еще таких, которые поведутся на рекламу? Список клиентов можете составить? Мы сразу сделали запрос провайдером, но ответы пока... Я только получил ответ. Почта с сайта компании приходила всего на один адрес. И это адрес Льва Батищева. Что? Как такое может быть? Инвалид Лев Батищев погибает у себя дома во время процедуры лазерной очистки крови. На первый взгляд, все выглядит как несчастный случай. Парень заказал прибор на сайте фирмы и сам провел процедуру, но почему-то умер. Эксперты пытаются найти других покупателей прибора, но оказывается, что Лев был первым и последним клиентом этого сайта. Вот это да. Тут диод заменен. Тупо перепаян вручную. Вместо пяти милливат стоит диод на две тысячи. И длина волны пятьсот тридцать два нанометра. Ты представляешь? Стоп. Подожди. Получается, кто-то специально создал сайт-магазин, чтобы продать парню прибор заведомо перепаянным лазерным диодом? Похоже, все так и было. Это убийство. Так вот, если бы это дело не попало к нам, все это могло легко сойти за несчастный случай. Думаю, убийца на это и рассчитывал. Если не знать, что сайт создавался для одного человека и не вникать в действие лазерного диода определенных параметров... Походите. У меня все готово. Внутри прозрачного шара находится шар другого цвета. И... Ну, вообще, смотрите. Ничего себе, а как это? Ну, это как будто бы вот тебя убили, а бронежилет как новый. Да, жаль, у меня в школе не было таких опытов. Я бы, наверное, тоже в науку пошел. Так, объясни нам, что это все. Ага. Цвет лазера вызывает изменения лишь только в той среде, которая его поглощает. А степень поглощения зависит от определенной длины волны. Подобное происходит с ретроцитами во время воздействия лазера на кровь. Только в шарике происходит нагрев, и он лопается. А в ретроцитах происходит деструкция гемоглобина. При таких параметрах лазерного диода, в этом устройстве, с помощью которого совершили убийство оксигемоглобин, превращается в метгемоглобин и отдает кислород. Причем самое интересное, что далее происходит, деструкция метгемоглобина. А при этом в крови образуется радикал СО, приводящее к образованию карбооксигемоглобина. Соответственно, эритроциты не переносят кислород. А это значит отравление угарным газом и гипоксия. А я вот из всего сказанного понял. Кислород и кровь. Да, так, кстати, также я уверен, что убийца, он неплохой программист. Он сделал сайт, основательно замес свои следы. А еще он должен был хорошо знать своих жертв. И уметь паять. Это тоже зацепка. Значит так, отрабатываем окружение Батищева в поисках мотива и проводим обыски у лиц, у которых можно предполагать мотив. Андрей, а ты ищешь создателя сайта? Однако я удивлен, что заслуженный хакер 25-го уровня так и не смог выяснить, кто создал этот чертов сайт. Ну, знаешь, ну, создатель этого сайта, он тоже не лох. Он предусмотрел бэкдор. Бэк-что? Хотя, подожди, моих лингвистических познаний, наверное, хватит. Это задняя дверь. Ну, бэкдор это типа черного хода. Специально созданная программка для того, чтобы разработчик мог нелегально туда войти. Ну, чтобы, например, все почистить. Хорошо, объясняю. Ты строишь здание, там, коммуникации подводишь. Внутри отделочку все сделал. Ну, и вышел через служебный вход. А потом ты можешь войти туда обратно через заранее отломанную досочку в заборе. И что, никак нельзя узнать, какая доска в заборе сломана? Ну, проще сделать программку, чтобы сломать еще одну доску. Ну что, я думаю, по ближнему кругу все чисто. Было бы странно, если бы парня погубила сестра, которая заботилась о нем все в жизни. Ну, она, кстати, отчасти виновата в его инвалидности. В детстве за братом не досмотрела, и тут выпал из окна. Его болезнь – это последствия той травмы. Ну, значит, чувство виды загружено. А родители-то что? Родители погибли восемь лет назад. Сестра водилась с братом, лечила, работала на дому, ну, соответственно, на личную жизнь забила. Ну, про личную жизнь, это она, скажем, врет. Я вот у них был в квартире, у нее там парень есть. Ну, я так понимаю, парень. Гарри Смирнов, его зовут. И, ну, там видно, что у них какие-то близкие отношения. Ну, давай посмотрим, что этот мистер Смирнов из себя представляет. Он? Он? Ну, у нас странец русского происхождения. Крутой экстремал, судя по фото. А ты можешь личную переписку посмотреть, или это холдов надо попросить лучше? Сами справимся. А ты прав. Мистер Смирнов и гражданки Батищевой, все серьезно. Он ее замуж зовет. Но она отказывается из-за брата. Мол, он не сможет жить той жизнью, что и они. А вообще-то это мотив. Он запросто мог хотеть избавиться от обузы. Подожди, а вы же привозили его пробы. У него потужавых есть канифоль. Он поел идиот. Да, я давно люблю Дарину. Она очень похожа на мою маму в молодости. Вот. Лучшей жены я не хочу. Я очень долго был холостяком, но веду достаточно подвижный образ жизни. Путешествую, хожу в горы, плаваю на яхте. Ну и, естественно, хочу, чтобы моя жена разделяла со мной мои увлечения. Но вам мешал ее брат-инвалид? Нет. Леву я предлагал устроить в хороший интернат. Хотел оплачивать дорогие услуги и содержание. Но Дарина, она была против интерната для брата. У вас был мотив, чтобы от него избавиться? Я верующий человек. На ваших руках следы канифоли. А убийца перепаял диод в приборе. Я не убийца. Канифоль, возможно, из фитнеса. Ну, там есть порошок, который употребляют для усиления хвата. Ну, я посещаю фитнес в отеле. Провел я обыск в отеле, где живет Смирнов. Ни паяльника, ни следов этого паяльника. Там не оказалось. А вот канифоль в фитнесе была. Ну что, проверим. Да. Канифоль идентична той, которую нашли в его потужевых. Ну, это тоже результат. Данил Карлсон привел. Кого? Сотрудник фирмы Карлсон Экспресс. Проходите, пожалуйста. Вон, эблема у него на спине. Вот его так соседи-то и опознали, пропеллер. Вот, оказалось, что Батищеву посылку приносили именно из этой службы. Вот теперь ему, прогусь на пропеллер, раскрутят. И выяснилось, Валер, что этот Карлсон... Клубничная. О! Кстати. Так. Только ты давай, не налегай, а то я тебя знаю. Оставь хоть другим немножко. Спокойно, спокойно, без паники. Мне мой мозг дорогой кормить нужно. Так вот. Этот Карлсон получил посылку от фирмы Зона Дурхбокен. По почте. И доставил его по указанному адресу Льву Батищева. А больше он ничего не знает. А оплата за доставку в этот Карлсон Экспресс откуда поступила? Все той же фирмы. Зона Дурхбокен. Везде, хрик везде, ссылки на их сайт. Замкнутый круг какой-то получается. Скорее, лента Мебиуса. По поводу которой у меня есть кое-какие идеи. Галина Николаевна, лучше о них не знать. Кому же парень-то этот помешал? А, вроде тот самый товарищ, про которого невеста Батищева говорила, что теперь ему достанется первое место на конкурсе. Угу. Эдуард Жариков. Тут в комментариях под фото тоже текст такой по смыслу, что они конкурентами были. Эдик пытался в последнее время проявлять дружелюбие по отношению к Леве, но я ему не верю. Почему? Он как-то оскорбил Леву. Прямо на репетиции. Сказал, что тому дают призыв из жалости. Да и не бог весть, какой мотив у этого Жарикова. Рогозина велела проверять все и всех. О! А невеста-то у нас не только красавица, но еще и из обеспеченной семьи. Отец высокопоставленный чиновник. Да мы на самом деле с Левой дружили. А тот инцидент, он давно забыт. Да, я сорвался при всех, но мне обидно было. Я день и ночь занимаюсь, а он так все легко получает. Но потом мы подружились, он зла на меня со всеми держал. Он душевный парень был, талантлив очень. Да? А часто ты у него бывал? Не очень, только когда Алены не было. Она злилась на меня. Смотри-ка, до Батищева женихом этой красотки был студент МГИМО Валерий Брылевский. А она даже за Улина в ЗАГС подавали. Как-то она променяла такого респектабельного мужчину, да еще и дипломата будущего, на инвалида. А, так вот оно что. Мы, значит, испытываем романтические чувства к невесте друга. Тихо, 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 тихо. К сожалению, без взаимности. Я даже пошел за ней однажды, хотел объясниться. Но там поджидал ее бывший, Валерик. Я понял, что мне уже ловить там нечего. Привет, красавица. Привет. Я соскучился. Не хочу узнать, долго ли ты будешь испытывать мое терпение. Давай я тебя подвезу, и ты мне по пути все расскажешь. Я все тебе уже сказала. Могу повторить. Я люблю Леву. И подвозить меня не надо. Я пройдусь. Что бы сдох этот калека. Будьте добры, вызовите начальника. Я требую, чтобы отпустили мою невесту, Алену Кришину. Минуточку. Хорошо, проводите ее в переговорную, я сейчас подойду. Пройдите в переговорную. Галина Николаевна, извините, это срочно. Мне удалось установить, что банковский счет, с которого оплачивалась доставка прибора из зоны Ухволкин, был открыт не в Европе, а в России. И еще, счет свежий, не юрлицо, а цифровая виртуальная карта. Я надеюсь, туда были эти данные легальным способом? Сравнительно. Ладно, мы сможем использовать эту информацию как оперативную, но это ведь не все. С той же виртуальной карты оплачивался сайт-домен. До нее же переводились средства при оплате прибора. А карточка привязана к авокадо-кошельку и телефону с безымянной симкой. Так, запроси в авокадо, когда и откуда поступали платежи на эту безымянную карту. И раз уж ты здесь, надо взять у Брылевского пробы вещи и телефон. Пойдем. Одна из курсовых Брылевского, между прочим, связана с международными информационными виртуальными системами. Я думаю, что он мог затеять эту путанную виртуально-финансовую историю. Посмотрим, что ответит из авокадо. В его телефоне куча неотвеченных звонков на номер Алены Гришиной. Она что, действительно пропала? Странно. А она ведь ушла отсюда несколько часов назад. Я не скрываю, что презирал этого коллегу. Но ревновать – это не мое. Просто ждал, когда у Алены пройдет это наваждение. Но наваждение не проходило. Она собралась замуж за Леву. И вам пришлось избавиться от него. А, вы меня обвиняете. Так, где мой телефон? Вы знаете, кто мой отец? Телефон Гришиной не отвечает. Ни дома, ни у Батищевых ее нет. Телефон Жарикова тоже вне зоны. Так, вот Сота, где заглох телефон Гришиной. Это в районе дома. Надо будет скинуть координаты нашим. Пусть там прочешут все. Телефон Гришиной. Вот это находка. Ух ты, а что такое, смотри. ФЭС расследует дело о гибели Льва Батищева во время процедуры лазерной очистки крови. Эксперты выясняют, что диод в приборе был заменен на более мощный. Преступник создал сайт, при помощи которого продал Батищеву смертельно опасный прибор. Эксперты задерживают Валерия Брылевского, которого ради Батищева бросила его невеста Алена. Но в этот момент исчезает сама Алена. Вот тут обнаружена машина. Ну что же там произошло? Это Брылевскому кто-то пишет? Валерик, готовь выкуп и дуй к ЗАГСу. Невесту привезут в лучшем виде. Она согласна. Тесть. Тесть это кто? Гришин? Отец Алены? Похоже на то. Да и давить не пришлось. Их типа нанял Гришин для шуточного похищения невесты. И предупредил, что невеста будет сопротивляться понарошку. Но когда они сажали девушку в машину, по их словам, она царапалась как кошка. И тут вдруг откуда ни возьмись появился какой-то Бэтмен. Ну да, так и сказали. Скрутил их и заклеил рты скотчем. А девчонку увез. Да, на земле у машины есть следы крови. Все пробы взяты. Дмитрий Брониславович Гришин? Да. Полковник Рогозина, пройдемте, пожалуйста, со мной в переговорную. У нас к вам есть несколько вопросов. А вы, господа, подождете здесь. Сюда. На скотче поджавые Жарикова. И его же кровь рядом с машиной. Вместе с кровью обоих гавриков, которых нанял Гришин. Жариков, однако, действительно какой-то Бэтмен. Двоих здоровых мужиков упаковать. И куда он увез Алену? Да. Я нанял людей для свадебного ритуала. Хотел лишь счастья своей дочери. Надо было ее вывести из депрессии. К тому же день ее регистрации с Валериком никто так и не отменил. Но вашу дочь реально похитили. Да я сам в ужасе. Я подключу всю свою охрану. Не стоит. Мы уже практически нашли похитителя. По камерам ГИБДД был вычислен путь его автомобиля к гаражному кооперативу. Главное, ни у одного фигуранта здесь официально ничего нет. Ух ты. Мужики, ребят не видели этих? А? Ну ладно, извините. Бухайте дальше. Вообще-то лучше не бухайте. Жены скалками забьют дома. Тихо, тихо. Пусти меня. Никуда не пойдешь. Я сейчас кричать начинал. Чичи. Вы поймете, кто этих убил? Чичи. Тихо. Омары. Авокадо. О, как. Информация пришла от Межников по моему запросу о Гришине. Он оказывается замешан в громком коррупционном скандале. Ему реальный срок грозит. А отец Валерия Брылевского. Он же высокий, чисто, в следственном комитете. Так вот, зачем Гришину нужна была эта свадьба. Породница с СК. Ну, а я о чем? Значит, не о счастье дочери хлопотал. А свою шкуру, так сказать, спасал. Неохота баланду хлебать. После Омаровца. Слушай-ка, так может быть, это он избавился от неугодного, ему уже не ходочери? Надо и у Гришин обыск провести. Хотя, этот гусь вряд ли сам девать перепаивал. Нанил бы какого-нибудь там Гаврика, а может и программиста, для реализации всей этой безумной схемы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, тихо, 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 все позади. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот он, паяльник-то. Я не могу поверить, что убийца Жариков. Экспертизу паяльного прибора сделали? Пока нет. Слушай, а может быть, Гришин его нанял? Это вряд ли. Зачем тогда Жариков похитил его дочь? У похитителей Гришина. Сопротивление сотрудникам ФЭС при исполнении не облегчит вашей участи. Да я не узнал их. Думал, это основа мбадюки. Я защищал Алену. Ее похитить хотели. А сын офицера должен поставить за тех, кто слабее. Меня так отец учил. Она сильно удерживает спасенных. Вас тоже отец учил? Да я не сделал ей ничего плохого. Хотел оградить обнедумного поступка. Она в ЗАГС ехала. Хотела пожертвовать собой ради отца. Я не мог этого допустить. А ты действительно не хочешь выйти замуж за своего дипломата? А то смотри. Мы тебя сейчас в чувство приведем и отправим обратно в ЗАГС. Пока ждут. Я готова выйти замуж за Валерика. Теперь, когда Левы нет. Но это не будет по любви. Ради отца. Так вы знаете? Мы знаем, что твой отец рассчитывал на родственную помощь Берлёвского старшего. Ну, в принципе, желание видеть дочь замужем с дипломатом, а не за инвалидом, это вполне естественно для любого родителя, разве нет? Валера меня не любит. Он любит стабильность. У него все наперед рассчитано. Учеба, жена, карьера, все качественное и престижное. Я соответствовала его представлениям об идеальной жене дипломата. Вот и все. У нас был бы надежный, выгодно, удобный брак. Выпей. Если нужно, запах. Ну, ведь это же не так плохо. Я и была согласна. Пока не встретила Лёву. Мы полюбили друг друга с первого взгляда. Как будто всю жизнь друг друга знали. И вкусы у нас схожие, и интересы. Лёва моя душа. Скажи, а твой отец, он мог бы желать смерти твоему жениху? Не знаю. Да что вы, молодой человек, можете знать о том, как надо любить своих детей. Свою дочь. Конечно, я пытался разрушить этот идиотский союз. Если можно так выразиться. Приходил к этому парню. Пытался с ним поговорить. И чем же я обязан такому визиту? Это дом, в котором должна была жить Алёна с Валерой в Женеве. Это их квартира. Это вид из окна. Улавливаешь разницу, какая жизнь ждёт мою дочь с европейским дипломатом, а какая с тобой, калекой. Алёна совершеннолетняя. И она сама вправе делать выбор. Да у неё затемнение мозгов. Блажь. И ты должен повлиять на неё. Если, конечно, любишь. Я люблю. Я пытался отговорить её, не встречаться с калекой. Но она, она меня тоже любит. Если ты её любишь, обмани. Скажи, что не любишь больше. Прогони её. Но она, возможно, помается, поплачет. И потом сойдётся с Валериком. И всё будет тип-топ. Но может, хватит с тебя одной загубленной жизни твоей сестры? Да, парень, да. Дарина давно бы уже вышла замуж за шикарного мужика. И у неё такой есть. Иностранец. Путешественник. И уехала колесить с ним по свету. Но отказалась от своего счастья ради тебя. Убогого братишки. Гараж этот принадлежал другу погибшего отца Жарикова. Он дал ему ключи и свою старую машину. Ну, а Жариков с друзьями устроили там клуб и мастерскую. Забирались, репетировали. Инструменты чинили. Пришла инфа от авокадо. На данную виртуальную карту поступали наличные денежные средства. Даты через платёжный автомат номер. Ну что же, посмотрим, где находится этот автомат. В Москве. В центре реабилитации ортопедии. Погоди. Это свет в окне. Свет в окне в русском. Солнце сквозь тучи в немецком. Это идиома, означающая одно и то же. Надежда на спасение. Спасительный маяк. Тот, кто придумал название песни, он и есть убийца. Ну, это придумал сам Батищев. А как же паяльник? Надя, да в гараже у Жарикова. Ну, паяльники из гаража под ржавой Батищев. Так это Лёвин паяльник. У нас в гараже вечно не хватало инструментов, так он сам набор нам подарил. Неделю назад. Может, дней десять, я точно не помню. Я все равно не понимаю. Ну, пусть инвалид. Он был таким жизнерадостным и талантливым. Почему он покончил с собой? Видимо, Гришин был очень убедителен. Молодой человек в одночасье узнал, что портит жизнь двум любящим его женщинам, лишая их счастья. Я так и знала, что Гришин приложил руку к его смерти. Иногда слова убивают вернее пули. Молодой человек действительно их любил. Вся эта сложно сочиненная имитация несчастного случая была придумана только для того, чтобы не нагружать их чувства вины. Получается, Батищев сам себе продал этот прибор? Причем не выходя из дома. Да, он был продвинутым. У него в компьютере и логи почищены, и зерофилинг на жестком. Холдов, он в печали сидит. Говорит, что убить такие мозги так же ужасно, как убить его собственные. Огромный город дышит пустотой. Ты в нем один, и в нем совсем чужой. Лишь свет в твоем окне, который нужен мне. Лишь свет в твоем окне, который нужен мне.